Добрый день! Сегодня мы рассмотрим необычную главоломку. Это часы Рубика, либо просто часы, либо Magic Lock. Обычно Magic Lock обозначает название этой главоломки. Но не стандартный, который собирают на чемпионатах по спидкубингу, а упрощенный. Magic Lock 3 он назовется. Коробочка вот такая вот, не перепутаешь. Даже по-английски много чего написано. Красивая. Открываем. Сам маленький клок. И инструкция. Наша пластик. Посмотрим сразу инструкцию, она не особо нужна. Но здесь принцип сборки показан. Хотя без него легко можно обойтись. Вникать не станем. Сам клок. Почему он называется Magic Lock 3? Потому что у него три кнопки. Стандартный клок имеет четыре кнопочки. Также есть версия с пятью кнопками Magic Lock 5. Он поинтереснее будет, конечно. Но про него мы поговорим в другой раз. Третий Magic Lock. Ну или Клок. Выглядит он точно так же по дизайну, как классическая модель. И собирается по тем же принципам. Напомню, что обычный клок собирается несложно. В описании есть подробное обучающее видео. Сначала нужно собрать крест из, получается, пяти циферблатов. С одной стороны. С другой стороны. И потом уже разворачивать угловые циферблаты. Цель сборки поставить все стрелочки на 12 с двух сторон. Давайте продемонстрируем. Без подробностей. Ставим на 12 крест. Перехватываем. Делаем то же самое с другой стороны. Можно на 12 не ставить с другой стороны, а сразу продолжать. На всякий случай. И далее собираем до конца. Вот Клок собран. Такой же принцип сборки и у маленького Клока. Можно называть его Мини Клок, Третий Клок. Но это будет Мега Клок, либо Пятый Клок. Как-то так. Здесь его три кнопочки. Зачем кнопки нужны? Ну, они изменяют вращение шестеренок. Если подняты все три кнопки, то вращаются на этой грани все стрелки. Если поднята какая-то одна, то вокруг нее вращаются вот эти три циферблата. Соответственно, если мы поднимем кнопочку такую, то будут вращаться три рядом. Ну и здесь тоже. Давайте уже заодно перемешивать. Перемешивать легко. Ну и, в принципе, как и собирать. Не потребовалось времени на то, чтобы как-то подумать на головоломку, собралась почти сразу. Ну, в принципе, из базовой модели. Здесь главное разобраться, какие циферблаты. Это циферблаты креста из стандартного Клока, а какие угловые. Ну, немного подумав, можно понять, что те, которые на шестеренках, это и есть угловые. И по такому принципу их можно и различить. Для начала нужно собрать что-то типа креста, а именно поставить в одно направление три вот этих циферблата. Те, которые не на шестеренках. Поднимаем любую кнопку и вращаем, пока у нас вот эта стрелочка не совпадет с какой-нибудь с этой или с этой. Давайте вот с этой. Две совпали. Опускаем, поднимаем верхнюю кнопку. Будут вращаться три вот этих шестеренки. И совмещаем с нижней. Вот у нас раз, два, три циферблата. Это вроде креста из обычного Клока. Теперь поднимаем какую-нибудь еще кнопку. И вращаем, ну, любую шестеренку, либо эту, либо эту, так, чтобы поставить на 12. Перехватываем. Здесь делаем то же самое. Ну, вот одна кнопка поднята. Вращаем ее, чтобы у нас вот эти две совпали. Поднимаем верхнюю. Теперь вот эти две. Ну, ненужные движения поставим на 12. И далее, подняв все кнопки, мы опускаем кнопку циферблата, которая стоит неправильно. И вращая какой-то другой шестеренкой, совмещаем все стрелки с ним. Ну, и делаем так по кругу. Теперь с этим. Ну, и остается вот этот. Так, кнопка пустить. Ну, и в конце, поднимая кнопки все, и ставим на 12. Здесь собрано. А здесь собрано. Все легко и хорошо. Ну, те, кто умеет собирать обычный клок, соберут и этот. Пару минут поразбираются и все. По строению. Механизм примерно такой же, как и у стандартного клока. Это неудивительно. Я не разбирал, но подозреваю, что внутри там все то же самое вращается подобным же образом. А так как деталек поменьше вращается получше, еще я заметил, что не так сильно затянуты вот половинки. Напомню, что это первый серийный клок, который можно было разбирать. Ну, после линга он появился. Также, это не самый лучший клок, имею ввиду, для сборки на скорость. Есть от компании Чи, и он гораздо лучше. Ну, как бюджетный тоже подойдет. Что стоит отметить? По опусканию кнопок на обычном клоке, они, кнопочки, опускались ниже, чем здесь. То есть, вот это вот три опущенных кнопки. Опущенные. Вот так поднимается. Здесь разница не так велика, как на базовой модели. Поднято. Вот опущено. Кажется, что кнопочки какого-то, ну, другого размера. Ощущения немножко не те. То есть, опущенная кнопка, ну, не чувствуется опущенной. Ну, привыкнуть можно. Как бы собирается легко. Все те же самые дефекты, что у оригинальной модели здесь есть. То есть, чуть кривоватые стрелочки. Чуть разных они оттенков. Ну, и, в общем, цветовая схема вся та же. В любом случае, Сэнксот сейчас делает очень много головоломок и много видео будет обозревать изделия именно этого бренда. И это очень похвально. Это не такая уж и свежая новинка. Несколько месяцев ко мне эти клоки ехали. Но все-таки добрались. Клок очень простой. Больше коллекционный. Ну, или для детишек. Хотя дети способны собрать и с четырьмя кнопками, и с пятью. Дизайн коробки, кстати, поменялся. Если вспомнить стандартный анимешный дизайн, то тут он как-то более строгий. Я так понимаю, что и классический клок сейчас будет выпускаться в таком дизайне. Под названием Magic Lock 4. И очень хорошо. На моем канале почему-то не очень любят видео про клоки. Но, возможно, вот такая модификация кого-то заинтересует. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.